Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы делаем записи, у нас называются «Вопросы и ответы во свете Библии. Открытым оком». Открытым оком, так называется у меня книга, которую Господь позволил издать. Это 30 томов, это первый том. Я попросил брата посмотреть, какие вопросы кажутся сегодня актуальны, необходимыми и, может быть, даже немного их расширить. Все-таки прошло 11 лет после этого. Но сегодня вопрос такой, первый том. Вопрос 412. Почему болеют невинные дети, не имея собственных грехов, и умирают, а некоторые еще в трубе матери? Почему дети должны страдать за грехи предков, и где будут пребывать их души в вечности? Сразу несколько вопросов. Сначала считаем так, как у меня ответы были, когда я преподавал в университетах, вел занятия в милиции, в воинских шестях, на радиопрограммах. И мне вопросы всегда были в писанном виде. Так очень удобно. Тем более у меня слух ослабленный. Считай, пожалуйста. Ответ. Священное Писание говорит об этом так, чтобы вразумить родителей, которые знают свои грехи. Это так было у Давида. Ребенок заболел, он накладывает на себя пост. За что? Дитя у тебя умрет, пророк сказал. Это наказание. Иногда для прославления Бога. Мы сегодня не должны ставить перед собой задачу до конца понять, что делает Господь и почему. Мы-то, как правило, видим от силы в конце своей жизни. А Бог, прежде творения мира, когда не было ни одной еще пылинки вселенной, он уже знал, чем закончится последний поворот этой планеты Земля. И поэтому человек просто не в силах это все вместить и поверить. Верующим надо верить. Блажен не понимающий, а верующий. Я верю и принимаю. Не верю, значит, я начинаю исследовать, запутаюсь, и вообще ничего нету. Ни веры, ни познания. Вот политологи изучают. Какие политологи в Сирии сегодня? Америка прямо грозит. За то, что и дальше, что за Сирию заступилась Россия, с Китаем, и дальше уже угроза идет. Сразу одновременно. Они понимают, еще несколько лет, это пишут специалисты, и Америка начнет терять преимущество. Им нужно немедленно в течение двух-трех лет оправдать ту возможность, которая у них дана по оружию, по развитию и по всему. И они одновременно могут начать. С Сирии, Сирана, России. А политологи как? Политологи понятия не имеют ничего. А может быть так, что Америка сгорит прежде. Может быть так, один из метеоритов хлопнет и нет континента. Мы ничего не знаем в Божьих планах, кроме того, что касается нас. Верующих в Сына Божий иметь жизнь веще. Мне примириться в этой жизни со Христом, с Богом, получить прощение грехов и жизнью свою прославить Бога. Для людей, неверующих, которые слышат, понимаете, ответы, по Библии отвечают, для них это настолько неприемлемо. Он матерками страшными выражается. Дед запудрил мозги еврейской веры. Ты там жидам только подыгрываешь. Он не знает, что сказать. То, что мы говорим здесь, мы находим подтверждение священописания на каждое слово. Пожалуйста. Сегодняшний человек любит упрекать Бога за его жестокостью, что он жнет, где не сеял. В древности человек не искал причину в детях и не доказывал, что они невинны, а просто говорил Бог дал, Бог и взял. Так у его было. Погибло 10 детей в один день. Он праведник и он не стал исследовать. А Бог дал, да Бог и взял. Все. Вопрос решен. Бог вообще никому ни в чем не подотчетен. Он мог вообще не сотворить мир, нас, детей. И кто с него спросит? Ветхозаветный человек, еще не имея представления о рае, считал блаженными тех детей, которые умерли в утробе матери или при исходе из нее. Матфея 25 глава 24 стих. Подошел и получивший один талант и сказал, Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал. И вот 3 глава с 1 по 25 стих. Большие выдержки даю из Библии. Не каждый их считал. А если пробежал, когда ты не задумался, я буду давать небольшие комментарии. И его говорил в великой горести потери всего богатства до нуля дошел. Болезнь неисцельная покрыла его, потерял детей, восстала на него жена и подняли на него голос друзья лучше. Вот что обидно-то. Стали обвинять в несуществующих его преступлениях и грехах, что такого грешника нет на земле, еще мало Бог тебе воздал, тебе больше надо было. Кое-какие грехи еще Бог, говорит, скрыл и тогда вам заговорил. После того открыл его в уста свои и проклял день свой и начал его и сказал погибни день, в который я родился и ночь, в которую сказано зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше и да не воссияет над ним свет. Да мрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшаться его, как палящего зноя. Ночь-та, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь-та, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающий день способные разбудить Левиафана, да померкнут звезды рассвета ее, пусть ждет она света и он не приходит. И да не увидит она ресниц деньницы за то, что не затворила двери чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно с царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые дополняли домы свои серебром, или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах, там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника, малые великие там равны, и раб свободен от господина своего. На что дам страдальцу свет, и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. Вот говорят о детях, да почему Бог их наказал, а вот человек, который в горе все свои, он не каких-то детей видит, а видит самого себя и подводит итог, зачем же я родился. у меня у меня вот такое состояние было с самого малого детства, ну там может быть года три, я уже начал соображать, и мама рассказала, что будет конец этого света, конец света, и что она могла сказать, не умеющая читать, понаслышке, но она говорила именно то, что сегодня вот есть, мы видим, к концу как все дело подходит, я думал, зачем же я родился, это вечно мучится, она фразу повторяла, терплю до конца, а буду мучить без конца, Бог говорил, я нашел подтверждение этим словам, что конец долготерпению Божию придет, и муха вечная, хотя такой фразы и нет, так это не один Евг так понимает, но понимал и другой пророк, Еремея 20 глава 14-18 стихи, проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен, проклят человек, который принес весь отцу моему и сказал, у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его, и да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь, и не пожалел, да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным, для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мы исчезали в бесславии. Когда человек задумается о своей жизни, вот эти слова у него будут прорываться у неверующего. Я читал про одного человека, ну, Вальтер Скотт, спросили его уже не за долго до смерти, сколько дней в вашей жизни было счастливым? Он говорит, один день. Какого-то калифа Абдурахмана спросили, он говорит, полтора дня, когда я был счастливый, никакие заботы меня не тревожили. Вот и все. Мы не исследуем себя, у нас, может быть, и этих, даже одного дня не было. Так что легче-то один раз и умереть, и все, ничего нету, как Лев Толстой говорит. Когда мне доказали, что жизни и будущей нет, и за гробом ничего нет, я понял, жить незачем, потому что одни скорби, печали. И родные прятали от меня, он называет, не шнурки, а снурки, и ружья в течение где-то пяти, что ли, лет. Вот как дело там стоит. А это люди живут подобные животным, как скоты, говорят. Я был, как скот пред тобой, и неразумел, Давид говорит, который не задумывается о своей жизни. Дальше. Нам нужно жалеть самих себя, а не детей, которым позавидуем в вечности. Когда в человеке пробуждается совесть, он постоянно вопьет, зачем я родился, надежды на спасение нет, а путь к погибели открыт. Когда болеют дети, родители очень часто сокрушаются об этом, раскаиваются. 2 царство, 12 глава, 22 стих. И сказал Давид, да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. Ну, понятно, для чего болит. Ну, да. Давид тоже постился и лежал на земле, желая сохранить жизнь больного ребенка. Ничем другим Бог не мог тронуть его, заваленное грехами сердце. А где будут эти дети, то знает один Бог. И когда сегодня говорят, что некрещеные дети будут во тьме, то все это вымыслы человеческие, не имеющие под собой ни одной запятой из Библии. Да и забота о детях, еще не родившихся, от современного человека звучит страшно лицемерно. Каждый день только у нас в России совершается 18 тысяч убийств в утробе матери. Аборт валом катит по стране. Трупиками неродившихся завалены помойки Руси. И вдруг эти же люди в различных комитетах по образованию, по защите матери и ребенка такие вздохи и такие статьи в журналах о здоровье малышей пишут. Только глаза опустишь, чтобы не смотреть в глаза этих матерей-убийц. Ни одной ведь не найдешь, у которой руки и вся она не были бы в крови невинных детей. Чудовище. Приоткройте у каждой такой в администрации чуть-чуть тайной ее и увидишь, что она давно должна сидеть за решеткой, а не столы оттирать с бумажками. Нет, мы договорились там, сейчас идет запись. Во сколько было, столько будет, отошел. Ну что, ну переспрашивай там ни раньше, ни позже звоните, совершенно не вовремя. Так, все, сегодня отменяется, на завтра. Пожалуйста. Третья ездра, пятая глава, восьмой стих. Будет смятение во многих местах, часто будет посылаем с неба огонь, дикие звери переменят места свои, и нечистые женщины будут рождать чудовищ. Видите как, подсчитали сегодня, и то только неполные данные. За годы перестройки в России было сделано 120 миллионов абортов за 20 лет. Это государство в Европе. Наступило время исчезновения этого народа. Никакие деньги, материнские капиталы не помогут. Дети не от денег зачинаются, а от любви. А как быть? Как? Ко Христу обратиться? Ко Христу обратиться, и убитых, во-первых, не будет. Дальше дети будут рождаться не такими непослушными, их не надо будет сдавать куда-то, родители не будут сдавать дома престарелых, все будет по-другому. Но ведь все строится так, чтобы даже дети ничего не слышали о Боге. Уже церковь пытается каким-то таким путем туда проникнуть, ОПК, это культур, под видом культуры, этики, но и этого не дают. Хотя, я считаю, этого не надо было делать, но церковь делает какие-то попытки. Приговор вынесен. И поэтому исполнение его отодвигается, может, на день, на два, на час. Убивать будут, травить и друг друга, непокоривостью своей уничтожать, сжечь, что угодно будет, народ исчезающий. И приостановить это падение никому не удастся. Сели, сколько времени, а теперь смотришь, коммунисты за какую-то свободу борются, а вот мы жили, ветеран сегодня дает тут, жили раньше, решеток не было. Ой-ой-ой. Да вся страна была гулагом. Какие тебе решетки-то на окнах-то? Он как будто ничего этого не знал. А была колбаса ливерная, дешевая, только и всего. Была свобода, лечение, обучение. Какое обучение, когда отравили Бога? Нет. Дьявольское обучение было бесплатным. Сегодня хоть что-то может быть. Вы только прикиньте, что сегодня у нас не было ни одного предпринимателя, ни одного фермера, ни одного мобильного телефона советская власть не допустила. Вот переговоры за рубежом. Тайна, секрет. Не было бы ни одного абсолютно компьютера, а мир-то развивается, где бы мы были? Да, неправильно, да, пришли грабители, да, ограбили. Сделали сначала себе революцию, они сделали. Революция-то это не русское происхождение. А теперь они же ее ограбили для себя. Это все было рассчитано тогда еще. Вот 70 лет сделаем рабство, сплошное, страшное, невиданное, хуже крепостного строя. А потом все подберем к себе. И об этом ни слова нигде не говорят. Да я просто между делом сказал, речь идет о детях. Сейчас в Израиле этот вопрос стоит. Детей рождается мало, ну там 3 ребенка, это уже хорошо считается, а рядом арабы со всех сторон 10, 12, 15. Понятно, о чем речь думать, поэтому события будут очень быстро ускоряться. Вот той же Германии, говорит, уже 46% не немцев. Ну и что? Примудрость Соломона, 16 глава, 1 стих. Посему они достойны были, были, достойны были наказаны через подобных животных и терзаемы множеством чудовищ. Значит, нужно просто поверить в это, поверить, что это именно так и есть. Я к каждому прикладываю стихотворение, что такое неверие. Просчитайся. Не веря ей самый страшный грех, презрение сотворившего владыки. Опустишь ли глаза, поднимешь вверх, само все по себе, скребут затылки. Но красотой небо пораженной, земным, что окружает очарован, очнулся человек, как бы с просонок, возвысился над тварью, с ней не вровень. Запел хвалу псалтырь предвосхищая, в смирении опустился на колени, пронесся над морями выстрой чайкой и с чащи выломился скачущим оленем. Каким же надо на уродом уродиться, слепым, глухим, безмозглым и калекой, чтобы избрать удел крота, не птицы, галактик не расслышать, не молекул, не веря, презрение, тупая тупость, одной утробою живут и наслаждением, признать за норму хамства, дикость, грубость, дни превращая в деньги, деньги, в деньги, не веря, не взводит ниже ада, уже при жизни пламя ощущает, смеется над Адамом и Эдемским садом, пыхтит и дуется на Бога словно чайник. У верующих ангел есть хранитель, с которым он беседует в молитве, того, что в мире он не посторонний зритель, грех побеждает и греху не липнет. Как хорошо покаяться и верить, что за тебя Сын Божий пострадал, смерть к небесам, а не в могилу двери, когда окружит демонов орда. Из рук спасителя похитить невозможно, ключ нержавеющий, святая вера наша, христианин, не допусти оплошность, ты верой пренебесною украшен. 15 февраля 2005 года. Я положил на сердце написать такое стихотворение. У меня в книгах 3467 стихов. Их стихами-то назвать нельзя, но это проповедь, выраженная в маломальской стихотворной форме. Вот как. И на этот вопрос, который говорили о детях, другого ответа сегодня и дать нельзя. Во-первых, это лицемерно, во-вторых, это тайно, и на этой тайне некоторые греют руки. Я вот был здесь у нас в храме, Свято-Георгиевский храм Новоалтайск, недалеко город, Черезок у нас там. И там был настоятель, отец Михаил Погиблов ушел. Теперь как-то в Санкт-Петербурге он. И у них там икону сделали. Нарисовала какая-то большая икона. Ирод, как убивает младенцев и валяется счастье, отрезанное от детей. Это популярная икона для всех абортниц. И написано, вы такие же ироды, так же убивали и разорванные дети, как в абортарии. Как они там каются, как женщины стоят. Речь идет только об одном, успокоить свою совесть. И чего только не придумывают. Мощи вифлеемских младенцев. Какие мощи? Кто тогда знал, кто бы хранил, когда их убили, ну и прошло-то 2000 лет. Тут за 200 лет уже никого не найдешь. Ну столько же всего напридумывают. Ну а как тогда быть? Да никак, вера. Обошлись бы люди без этой даже иконы. Верить надо в Бога. Господь прощает во имя Иисуса Христа, умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания. Прямо, не прикрывая грех лживыми словами, называть его, как есть. Я совершил убийство. А за убийство, согласно канонам Василия Великого, как раз об абортах говорит правило второе, отлучение на 10 лет. Сегодня в храмах каноны попираются, я не говорю там о сектантах, они их не знают, их спрос другой уже будет там, за то, что они все отвергли. А эти-то держат в руках, они их изучают, и ни во что не ставят. На каноны правила вообще не смотрят. Вообразите себе инспекторов движений на дорогах, ДПС, ГАИ, которые вообще бы не стали смотреть на правила превышения скорости, пьяные, не пьяные. Что бы было? Вот этот бедлам сегодня в храмах православных по всему миру, везде. И как на нас Бог-то взирает? И сегодня вот эти люди, которые приходят в храм, их не крестят. Во-первых, они не уверовали. Для крещения надо три условия. Первое, должен уверовать во Христа, уверовать, что Он умер за твои грехи, именно за тебя пролил «Причистую кровь». Лично твой спаситель не только всего мира, златоузгод усваивает, притягивает к себе это. И второе, троекратное полное погружение, не опрокидывание назад положения в огробках у еретиков. Троекратное. Сегодня ладошкой по голове все это абортированно называется. И третье условие, это должно быть все бесплатно. Сегодня все три условия нарушаются везде. И неверующие приходят, и ничего не знают. А разве нас это учили, как пишет профессор Марсенковский, слыша, как матросы хвалятся, как они убивали людей, я спросил, да разве Евангелие так учат? Он говорит, а нет, что мы его читали, мы только крышку целовали. Все еще продолжаем целовать. Внешние знаки почтения оказываем, Святой Библия, а живем так, как нам вздумается. Это лицемерно, когда сегодня говорят о детях, заботятся, о как он умер некрещеный. Ты о себе подумаешь, что ты-то не крещеный, а считаешься в церкви. Полное троекратное погружение, 50 правило апостольское. Абсолютно все священники виноваты, почти. Может быть, несколько всего-таки, а кто не виноват? Написано, если не три погружения, да будет извержен. То есть они уже перед Богом не священники. Есть о чем подумать. Вот оно, где абортировано и убийство. Люди приходят, чтобы возродиться от купеля, их удушают. До этого совесть немножко хотя бы мучила, а после крещения он ничего не думает. А что думать-то? Я уже крещение получил, я причастился. Я однажды слышал, слышал рассказ такой. Это в предсоветское время, там 70-е годы. Бог силен, конечно, сделать. Иногда в видениях было так. Люди приходят принимать крещение, а священника нету. Он связанный, лежит там где-то под лавкой, а совершает другой. А оказалось, ангел совершает. И при том, это в житиях написано. И вот у одного тещи, она с хороших отношениях с зятем была, не анекдотичная теща была, но просит зятя, ты Митя попросил бы батюшку-то? Так у нас нет мати здесь, ну ж недалеко где-то, ну в Биск съезде, а живет где-то там в горах. Попроси. И он говорит, товарищу своему и говорит, вот теща просит привезти священника, причастить ее надо. Ну как поехать-то? Во-первых, на работе не отпускает, ехать далеко, так надо везти сюда, ее не повезло, она парализованно лежит. Но разговаривает. Он говорит, ну проще всего. А ты видел, как причащает? Нет. А я, говорит, видел. Я, говорит, это сделал. Ты бутылку-то купи мне вина-то. Ну что останется, это мою. Я две тебе бутылку куплю. Вот он привез товарища, и заходит ей, говорит, она слепая лежит. Мать, священника я привез, там через три дня. Вот она начала. Он заходит, начинает, ты подожди, там послушай у двери. Я ее исповедовать буду. Тут мы узнаем, а то теща хорошая, мы сегодня ее раскусим. Кто она такая-то? Ну и начал ее исповедовать. А зять-то стоит в дверях и смотрит. Она его не видит. Он дверью хлопнул, а с этой стороны остался. Ну теща начала говорить, я была, вот вышла-то замуж-то, и как бы не по любви, меня родители отдали, но я должна была послушаться. Я согрешила против родителей, замуж-то вышла, а не послушание было. Тут думают, какой это грех-то где-то. Да. Ну и думали, что вот как, а мы жили с мужем-то хорошо, он оказался такой мягкий, такой хороший. И у меня было, я два раза его не послушалась. Уже как раз я была на сносях, это беременно, это, он сказал, не ходи сегодня, там когда, а я пошла, пошла, да чуть выкидыш не получился. Да ладно, уже снопы были, я за них зашла и двойню-то родила. А на душе-то было, он потом говорил мне, что ж ты так, Машенька, ты не послушалась меня. Я огорчила его. Она кается за всю жизнь. У ней нет ничего, оказывается, она была достойная христианка. Ну, он говорит, ну все тогда, мать, прощаю и разрешаю, и на голове ее, положил тряпку какую-то, полотенце, перекрестил ее, ну, комедию играют-то. Но она-то принимает за полное-то. И он тогда берет, там какой-то, у нее попросил стакан, или что, налил вина туда, крошек хлеба накрошил, обыкновенно-то. Ну, мать, давай, причащайся. Ну, дала, она руки-то сложить не может, он ее там как-то поднял, подложил, давай. Она-то вот разлинула, а он ей это берет, а сам обернулся на этого, на товарища-то, на зятя-то. И зятя на него смотрит, он никогда не видел, как причащается. И только в рот ей положил, а она рот успела закрыть, и вдруг раздалось ангельское пение. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. И вдруг, говорит, как полыхнул пламень в него, он упал, ударился о пол и сразу умер. Им теперь надо объяснить, что случилось, а сказать нельзя. Ну, все-таки выговорился, пошло это дело известное. Так что, шутить, во-первых, нельзя, а во-вторых, все перед Богом. Неверие играет со смертью. У нас в деревне был учитель Жаров, Александр Иванович, лютый безбожник, страшный человек. Я помню, отец у нас инвалид войны, без руки вот так не было, руки левой. Он пасет, а нам картошку копать. Ну, кого мать-то? Одна-то. Ну, я со школы не пошел в школу, а 4 класса всего было-то. Мне кажется, 9 лет было. Да, он искал меня, на мотоцикле приехал, а я видел, он едет, а за ним собака бегала. Маленький мотоциклет какой-то, бобик такой был. Я не знаю, как его звали, этот мотоцикл. Я кинулся и в канаву упал. Но он издалека видел, как будто бы, что я здесь-то. Так и давай меня по канаве искать. Но канава густая, глубокая, и он меня не нашел. А умирать стал. Давай просить бабушек, это деревня Потеряевка, Мамовский район, он был в Шарчинске, Алтайского края, и просить, чтобы они над ним почитали, на исход души, и похоронили его, как положено. У священников там не было это. Да, следующие, которые коммунисты-то были, председатель, да, ну, нехорошим словом сказал, подвел он нас. Такой активный был коммунист, на хорошем счету. Ну, а бабки-то пришли, он вызвал, сказали, они как не придут-то. Это завещание его такое было-то, ну, и они, ну, покаялся там, все как есть. Поэтому, во-первых, никого нельзя осудить раньше времени, а во-вторых, мы не знаем, чем хочется наша жизнь. Не о детях, Христос говорит, плачьте о себе, о детях ваших, а не о Христе, а о детях, которые не верующие. Златоуст говорит так, если ребенок заболеет, на вершины гор лезут, к монахам, чтобы исцелили, а когда ребенок вырастает, в университете учится, во, а теперь ему говорят, как крестер, соната Льва Толстого, ну, чтобы для здоровья необходимо иметь выход ему, энергии, то хотя бы одну-две женщины, публичный, в публичный дом ходить, вот о чем надо плакать. Его взял Господь, прежде времени, и не о нем уже забота, а должна быть о себе. Вот как дело обстоит. Второй вопрос. Спасибо, Христос. 430-й вопрос. Как доказать сектантам по Писанию, что они находятся вне церкви? Приведите хотя бы несколько стихов из Библии. Повторяю, это у меня на занятиях было 11 лет, в школах, в университетах, в милиции, я не знаю, где этот вопрос был задан. Ответ. У церкви есть начало от Христа. То есть, нужно сначала проверить, откуда ты, кто такой, законный, незаконно рожденный. Происхождение твое, это первый вопрос всегда нужно задавать. Сектанты отгребаются, не надо, где двое или трое, считай. Матфея 16, глава 17 стих. И я говорю тебе, ты Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И это исполнилось день Пятидесятницы в Иерусалимской горнице. Деяние 2 глава с 1 по 5 стих и 40 стих. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все духа святаго, и начали говорить на иных языках, как дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом, и другими многими словами он свидетельствовал, увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего разращенного. И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Надо в это поверить, это начало церкви Христовой. И далее. Язычники вошли в церковь чуть позже. Читаем мы Деяния, 10 глава, 44 по 48 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа. И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Я сказал, возникла церковь тогда-то образование доказательства. Наша серия вопросов и ответов называется «Восвете Библии». Для некоторых, которые считают Библию, это покажется слишком большие выдержки, но это тоже испытание веры. Дальше, как в доме Корнилия, Бог открылся язычникам. И далее. В нашей книге к истинному православию в главе о церкви и в брошюре беседа православного христианина с Баптистом Лествица, издание 1998 года, 74 страницы, дается подробное рассмотрение этого вопроса. Дальше. Самый краткий путь рассуждения по Библии с сектантами следующий. Им кажется, и они так цитируют, что где двое или трое из них, там и Христос. Абсолютно все. В любом конце вселенной, где я был, с сектантами беседу, их, они друг друга не знают, отвечают все одинаково. Вот как стандартно забрасывают свидетели Иеговы. Вы можете мне ответить на вопрос такой-то? Скажите, вот я считаю Библию, не понимают, помогите мне, пожалуйста. Ну вот, говорят, имя Божие, досветится имя. А какое имя у Бога? Тут уже ясно, уже кто говорит. И Иегова нужно что-то сказать. Это, понимаете, даже птичьим умом нельзя назвать. Это вся жизнь на этом проходит. Ну я еще дальше читала, там написано, что идолов не должно быть, а вот я ходила в церковь, там, то есть это уже понятно. Это уже тут она вместе со всеми абсолютно с сектантами. Ну и вот вы только мне ничего не присылайте, а конкретно скажите где. Если вы дадите материал, какой нам читать нельзя, это опасно. Это у яговистов, они никого ничего не берут и ничего не читают. То есть это по всей вероятности большинство из них похулили Духа Святого и сатана полностью закрыл ход им. Ну тут и так понятно. С сектантами когда разговариваешь, кто бы они ни были, даже самые хорошие, как баптисты, абсолютно не желают говорить по-серьезному. Я говорю, а церковь когда была образована? Вот эти места покажут. Ну а вы оттуда идете? Да, мы оттуда. Ну оттуда. А как тогда люди верили? А вот так. А во втором веке как верили? Сказать, что Константина, Великого, и там искажения, иконы, мощи, они не могут. Я говорю о конце первого века, начале второго века. Еще целое столетие до Константина. Ничего не могут сказать. Но всегда так верили, как мы, как баптисты. И вы уверены так? Да. Ну назовите хотя бы одного. Ну Павел, Петр, нет, первый век, апостолов мы назвали. Он поставил опрых апостолам, паророкам, в третьих учителями. Ну в третьих учителями кто? Ну Иоанн, Павел. Понимаешь, то ли под дурака годят, то ли что. Но мы договорились, пишем отдельно. Во-первых, апостолам, давайте, 12 апостолов написали. Во-первых, мы отодвинули. Все, их уже нет, они умерли. Пророками кого? Они не могут назвать. Агав, дочери Филиппа. Все? Все. Второй век, называйте пророков. Ни одного. Ну Павел, Петр. Ну мы же договорились, уже бумажку отодвинули. Они умерли, они в гробу лежат. Третьих учителями. Ну какие учителями? Ну какие? Павел, Петр. Да и знаете, у меня я дрессировавших собак, я собаку быстрее научу. Это нельзя же так издеваться над собственной душой, над разумом. Притом ни один по-другому не рассуждает. Ну если вы от апостолов и так верите, такой у вас порядок, ну покажите во втором веке, кто так верил. Ни одного не могут назвать. А вы откуда? Ну мы от апостолов. А так верили? У церкви всегда было крестное знамение, согласно житии святых. Согласно житии святых. Там всегда было крест распятия и были иконы. Всегда с первого века. А кто это знает? А вы не знаете? Все знают, кроме сектантов. А так ли это было? Так и было. Понимаете? Я насчитывал жития святых, я их знаю. Так вот, когда выводили на казнь, допрашивали, когда ограбили христиан, то все это записывали, как сейчас в делах, когда арестовывают. Меня арестовали, я знаю, как это делается. Ну, может быть, у кого-то не так, но я расскажу, как у меня. Меня арестовали первый раз по санкции МГБ, Московского КГБ, по делу Дмитрия Дудко. Так вот, сидят кто, подполковники, КГБ, офицеры. У меня, даже, прости за выражение, в туалет не ведут меня, подполковник меня ведет в туалет. Я в бараке жил, на улицу. Все ищут. В сарае, конура собачья, далеко под нее, под поленицу, лезут там эти стажеры, студенты. Они искали у меня пленки, где я брал интервью репрессированных о гонениях на церковь. Я, конечно, тут стоял и иронизировал, может, не надо было делать. Я говорю, вы научитесь сейчас по чужим-то шастать-то. А потом должность будет, ты будешь уже брать совершенно не виноват. Ну, я-то виновен. Да, я виновен. Уже меня арестовали, считай. Ну, вы маленько сами-то смотрите, что вы делаете-то. И дальше я начинаю по слову Божию вести. По слову Божию с сектантами, когда разговариваешь, с ними труднее всего говорить, потому что там зацикленность. Он не желает видеть. Я говорю, у меня житие святых. Книги, которые тоже были арестованы. КГБ верит в это, что в первом веке так были. Милиция верит. Сектант не верит. Так вот, когда меня брали, вот все у меня арестованы, каждую бумажку берут. Так. Бумажка с одной стороны записанная. Написано, что Константин Кочегаров. Февраль 10. Дальше. Заканчивается словами здесь. Не пол. Так, не пол. Так, один уголок чуть-чуть был загнутый. Это все записано? Какая точность. Вторая бумажка. Вот сколько их было. Они все до одной тетради, бумажки все записывают. Так это тот, столько-то цифр. Все записано. Так вот, когда первых христиан выводили на казнь и грабили, все так же записывали. А христиане фиксировали сами. У Климента Римского, которому Павел в послании к Риму передает приветствие свое, было шесть дьяконов-нотариев, которые стояли, когда казнили, где были, и все запоминали, а потом записывали. И когда Константинова власть наступила, то сравнили это с архивами государственного НКВДшного аппарата, что там записывали, и что записывали? Один к одному. Сколько ударов дали, как били, что они отвечали, они запоминали и говорили. А у них вот, когда во время суда секретарь все сидит записывать. Ну, бывает, там, не все запишет, не магнитофон все-таки. Но, в общем, абсолютно все одинаково. Одинаково. Его выводят, он стал креститься. Зачем бы они писали-то на эти, которые, царские слуги-то, у Диоклетиана-то, у Декия. Это все записано. Такая книга была одно время, по ней фильм поставлен, Ка Магриде Шестенкевича Генриха. Он лауреат Нобелевской премии, к слову сказать. Ну, я первый раз читал, а потом дохожу, и арест Петра, и там зачеркнуто, выморанного так, эта книга-то уверующая. Я говорю, а почему здесь так, это зачеркнуто, выморанно, аж вытерто? Ну, там это такое, там неправильно написано. А знаете, вот неправильно скрытое, краденый хлеб-то, сладок. Я спрашиваю, ну, а что все-таки? Ну, хозяина дома не было, хозяйка, да там было написано, что Петр, когда арестованный шел, то он дадавал благословение крестным знамением. У них в мозгах ямки нет, у сектантов такой. Как крестное знамение? Ну, написано, вы книгу-то всю приняли, а одна срочка не по-сектантски. Даляна ее высчитывает. Вот если я сказал, что в воскресный день они собирались, и в воскресный день чтились, субботники одниеговисты сразу вытирают ее. Почему? А это не по-нашему. То есть они все под себя подгоняют. Абсолютно все. Это я свидетель этому. Я эти книги держал в руках, которые они выморывают, признавая всю книгу, а одну строчку не принимают. Вот о чем говорим. О том, что никто так не верил, как верят сегодня сектанты. Если всем о Духа Святого, а 21 тысячи разных, как они называют, динаминаций, что-то демонское такое в самом названии там, так спрашивается, если у всех Дух Святой, что Дух Святой диаметрально противоположно учит? Ну, где-то один прав, но не все до одного правы-то будут. Или воскресенье, или суббота, или присуществление совершается, или хлеб остается хлебом, или на самом деле это тело и кровь. То есть никакого рассуждения, рукоположения, не не ради пребывающего тебе дарования. Какое? И для того я тебя оставил, что ты рукоположил, не любой рукополагал. Это все-таки дьявольское обольщение. Давай беседовать. А были, которые люди беседовали? Да, были. И что? Они делали с православными. И поэтому, я знаю, что сатана там блокирует. Почему не допустить-то до беседы? Беседовать только по Библии, только по Новому Завету хотите? Но мы и ветхие не отрицаем Завет. Притом абсолютно везде 50 лет. Притом я никогда в углу не сидел. У меня десятки встреч были в разных столичных городах России, и за рубежом, и по радио. И выступают ответы, дают... Ну, я могу сказать, опираясь на свой опыт. Стихтанкты все заблокированы. В общем, и православные такие же. Их Библия не допускает враг. А зачем? Батюшка, Батюшка, благослови. Православные-то не лучше. Но вы-то на них нападаете. Вот вы у меня нападаете иконы там, трупы, трупопоклонники там, лижут их, жуют эти трупы. Что попало, говорят? Ну, я вас даже не вычеркиваю, и в черный список не заношу. Как от меня вот это услышат, прям беснуются. Покажите, что вы правы. Ваше спокойствие как раз это и покажет. К слову сказать, спокойствие, что значит правота? Я случай один вспомнил. Был я в Сакраменто, в Америке. Ну, и два русских. Один под машиной лежит, возраст, где-то лет под 70 с лишним, видно, уже было. А другой стоит рядом и беседует. И вот этот, который стоит рядом, это за красных. Он так и остался красный. И детей так воспитывает. А под машиной лежит, был за белой. За генерала Деникина уступается. А я стою рядом, слушаю. Мне-то разницы никакой нету. Я вижу, что разговор идет не по Евангелию. И вдруг тот оттуда из-под машины с ключами, руки в мазуте, вылез оттуда, так оперся и говорит, Никифор, а ты не прав. Как не прав? Я такие доводы. А ты не прав. А почему не прав? Да у нас бы как? Он матом загнул на него еще? Не правда. А потому что я там лежу, я хорошо тебя слышу, а я слышу, как голос твой повысился, и ты стал, говорит, раздраженно. Да, Иван, это правильно. Прости меня. Повернулся и пошел. Да какой же это народ-то был у нас? Да он бы его там пока под машиной, это машину столкнул с домкрата или еще что-нибудь бы сделал. Нужно научиться быть искренними. Сектантами не были христиане. Они так не верили, как баптисты. Первые христиане в первом веке уже имели литургию. Литургию имели и Иакова. Без литургии не было. Таинство священного, священство было. И только через рукоположение, которое от епископов к епископам дошло до этих времен. Я всегда говорю, я душой своей внутри настолько готов быть неправославным. Вот сколько тут на основу у нас православие, но идти некуда. Я нахожусь здесь по безвыходности. Потому что прямо проповедовать, когда тебе помогают, все слушают аудиторию. Я должен быть с баптистами где-то, может с адвентистами. Но я вижу, что они не церковь. И поэтому я был, есть, остаюсь и буду до последнего дыхания православным. Потому что я исследовал все. До последней точки дошел. Они не церковь. Они самоизмышленно сами себя назвали церковью в какие-то годы. И дальше. То есть, эти двое или трое не сами собрались, но собраны. И не по собственному только желанию, убеждению или согласию. Но во имя Христа. Что же означают эти слова? Все христианские секты называют себя христианами. Ну так ли это? Единственным неложным определителем этого является Библия. Во имя Христа значит по слову Его, носящему Его авторство, Его имя. Цель священного писания можно выразить одним словом Христос. Иоанна 5 глава 39. Исследуйте писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Священное же писание говорит определенно, что вне Его церкви, им основанной в 34-м году от Рождества Христова в Иерусалимской горнице и в доме Петра Кожемника нет спасения. Деяние 2 глава 46. Доказательство, что вне церкви нет спасения. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Да зачем к церкви прилагать? Отдельно собрались, как баптисты, адвентисты, любая их демонизация или динамизация. Вот. И, пожалуйста, все собрались, Христа призвали, мы в Ее веруем, и дальше живи, как хочешь. Определенно прилагал. Они покаялись, их надо было вести в церковь. А церкви без священства не было нигде. До этого и апостола. А зачем апостолы-то? Он их избрал. А они что? Я до того тебя рукоположил, Павел говорит. Церковь апостольская ведет свое начало от святых апостолов, а не от основателей сект. Не от Лютера, 1517 год, основателя лютеранства, не от Джона Смита, основателя баптизма, 1609 год, не от Улья Миллера у адвентистов, 1839 год, Елены Уайт, 1841 год. И Фесянам 2 глава, 20-21 стихи. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе. То есть все, все вместе называется как бы святой храм. И 1 Коринфянам. От 14 глава, 33-й и 40-й стихи. Потому что Бог не есть Бог, не устройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Только все должно быть благопристойно и чинно. Вот по-другому никогда не было. Епископ рукополагал при святерах. При святерах никого не могут рукоположить, потому что без всякого прикословия меньше благословляется большим. Еврея 7 глава, 7 стих. Дальше. Отделяющиеся от церкви, хотя и верят во Христа, но они враги ему. Их ожидает погибель. Матфея 12 глава, 30 стих. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Эти слова и сектанты употребляет их, но они вне церкви совершенно неправильно разумеют их. Матфея 18 глава, 17 стих. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то добудет он тебе как язычник и мытарь. А как понимали они слово церковь? Там апостолов не было, отвергли их? Нет, конечно. Были апостолы, было паства. Иуда 11, 16, 19 стихи. Горе им, потому что идут путем каиновым, предаются обольщению мзды, как валам, и в упорстве погибают, как корей. Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и без закона. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Это люди, отделяющие себя от единства веры. душевные, не имеющие духа. И вот женщина какая-то сидит вот так нога за ногу, да трусишек, все, видать, сидит. У меня в Mail.ru. А вы Духа Святого имеете? А на иных языках говорите? Я ей говорю, я на разных языках проповедовал в храмах. А на баптистских собраниях у пятидесятников она этого ничего не слышит. Я ничего к ней не могу добавить. Отделяющие себя от единства веры Христовой. Они каждый сам себе придумают, уставы пишут. душевные, она не имеет даже духа. Обыкновенного. Как Валаам в упорстве погибает, как Корей. Зачем Корею поминают? Апостол Иуда знал про Корею. В университетах, когда мне приходилось вести занятия, я вот так вот доску расчерчил пополам. А люди сидят тут и юристы, и прокуроры, и из КГБ, кого только нет на занятиях. Ну давайте скажите, вот я буду вот это преступление, дальше наказание, ну наказание 15 суток, да этот в общественном месте заругался там или помочился где-то, хорошо, год, арест год, ну это может быть жену побил, отвечает точно. Дальше, 15 лет, о, это очень серьезное преступление, и начинает говорить, какие статью, называет, я пишу, ну нельзя провернуть, это юристы сидят. Я говорю, смертная казнь. Ну это понятно, что такое, это убийство ребенка, педофилия, там начинает перечислять, издевательство, более двух человек убил, ну и прочее. Все правильно. Теперь я дальше пишу, пишу, но вы верующие сидите здесь, но это для верующих следующий вопрос, живьем в ад. А разве бывает такое? Бывало. Число 16 глав, 24 книга Моисеева. Живьем в ад. Вместе с женами, с детьми, со скотиной, с шатрами, всем. То есть, чтобы эта зараза даже не возилась. Какое же это преступление? Я спрашиваю вас, юристы, ну вы же законоведы, ну какое бы такое преступление в государстве, которое просмотрело наше государство, и не знает, и не вела это. Да такого и нету. Ну есть, я говорю, что есть, а там уже Библию листают. Это отделение церкви, сектанства. Они ничего не сделали, не убили. А чем мы хуже вас? А почему вы? Зачем выше себя ставите? Дафана Верона Корея, люди отличные, там еще 250, остальных бог сжег огнем. И в памяти их, кодильница обгорелая, нужно было жертву них обковать, их разогнуть, чтобы все время помнили. Я не знаю, у православных-то, в алтарях, нет такого показать, как бог наказывает это. Дафана Верона. А их помните, говорит? Помните? Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 10 глава, 6-й, 11-й стих. Это были образы для нас, недобрые образы, чтобы мы, то есть живущие, до достигших последних дней, не были походливы, как они. Это отречение от церкви, не от Бога. Они от Бога не отрекались. Они не хотели узаконенный Богом порядок содержать. И вот сегодня это очередь всех сектантов. Туда, дальше. Матфея 7-й, 12-й стих. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. 2-я Петра, 2-я глава, 3-й стих. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Не дремлет. Так я попутно сейчас добавляю одно стихотворение. Просчитай. Иеремия, 15-й, 19-й стих. На сие так сказал Господь, если Ты обратишься, то я расставлю Тебя, и будешь предстоять пред лицом Моим. И если извлечешь драгоценное изничтожного, то будешь, как Мои уста. Они сами будут обращаться к Тебе, а не Ты будешь обращаться к ним. Тут вот какое дело. Полодя, надо будет заснять, убрать это. Я покажу, у меня покрывало, кто-то мне подарил, как оно выглядит. Я думаю, вот этот вот можно отодвинуть вот сюда вот. Сделай так, чтобы правильное освещение было. Так, посмотри. А я прочитаю стихотворение. Неправда без молитвы так и прет. Нахально наседает, словно волки. Перенеси сюда. У скачущих оленей поперек от выстрелов в упор. И то так мало толку. Дальше. Их стаи оголтелых и голодных, им выбора иного тоже нет. Не меньше дюжины. Нас обложили плотно. Им нужен я сегодня на обед. Безбожники, антихристы, зверьё. У каждого хвосты висят поленом. Не промахнись, ружьё, иначе все умрём. О, Господи, дай вырваться из плена. Хрипит в истерике упряжка из оленей. Копытит то и дело хрус костей. Вот их вожак в рост вылитый, как Ленин. Из леса вырваться бы на простов степей. Родимые, не спотыкаетесь с горок. Любимые, на взгорке на одном дыхание. Не отсырей же от дыхания порох. Вот опрокинулся ещё один ахальник. Мне приходилось проводить беседы с различными по-злу и ретиками. От этих волчьих стаи на Русь ворвались беды. Не раз их в Библии пришлось мне заорканить. Их лютость и сверкание злобных взглядов Прошлись по мне, что вздрогнешь во сне. Стихи на память, в патронтаж плеядой Сектантов заставляют костенеть. О память, дар, талант незаржавевший, Ты выручала лишь с постом молитвой. От доморощенных сектантов до заезжих Ты поражала и своих наймитов. На покрывале, на моём картина, Олени, волки, лес, один стрелок, Испуганный второй возница, что-то крикнул, Во сне от холода им закрываю лоб. Я сплю и вот так вот понимаю. Из ничтоженного, из этого покрывала, Которое мне какая-то душа подарила. Вот Господь позволил написать такое стихотворение В 2004 году, 20 ноября. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.